Друзья, здравствуйте! Путин приказал создать эликсир бессмертия. Как пишет The Times, разработать его российским ученым поручено в кратчайшие сроки. Собрался ли Путин править вечно? Почему тайна семьи Путина стала чуть ли не государственным секретом номер один? Лишат ли Пугачеву и Галкина родительских прав? И что рассказали об операции в Курской области главы самых влиятельных разведок мира? Об этом мы не только поговорим сегодня с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком. Дмитрий, здравствуйте! Рад вас видеть! Приветствую! Я думаю, что все, что вы сказали, можно сразу в заголовок, и уже дальше ничего не записывать, рейтинг будет высоко. Количество лайков обеспечено просто. Ну, друзья, это все зависит от вас. Если вы нажмете на палец вверх, это несложно. Большее количество людей увидит нашу сегодняшнюю беседу. Но давайте я подробнее расскажу. Путин приказал, да, действительно разработать эликсир вечной жизни. Это не шутки. Об этом пишет там не Билд, не Сан, да, не таблоиды. Пишет об этом Таймс. Один из ученых, который занимается разработкой, рассказал изданию, что поторапливают исследователи, особенно в направлении пересадки органов и разработки препаратов для замедления старения. Ну и вопрос, на самом деле, наверное, такой риторический, но все же, да? Как думаете, ну а в голове у Путина есть мыслишка-то о том, чтобы, ну, править, если не вечно, то еще портить жизнь людям, ну, скажем так, десяток-другой лет? Ну, конечно, потому что зачем нам этот мир, где нет России, зачем нам расти, где нет Путина? Поэтому Путин будет делать все для того, чтобы продлить свою собственную жизнь и свою собственную власть. Вот, но меня забавляет, конечно, что каждый диктатор, да, почему-то в конце своей жизни, к концу жизни, к финалу жизни приходит с мыслью, что вот нужно где-то изобрести эликсир молодости, и вот чудо поможет продлить агонию этого режима. На самом деле, для того, чтобы технологии развивались, да, наука развивалась, должна быть совершенно другая экономика, а Путин его уничтожил. Поэтому сейчас вот самые лучшие достижения в науке, они там, где свободная экономика, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Ну, понятно, там Европа, Израиль в том числе, да, это как раз те страны, где есть конкуренция в медицине, где огромные деньги тратятся на разные исследования. Вот, а был у меня, была у меня одна встреча именно с Российской лабораторией, одной самой известной, которая как раз занимается тем, что продлевает людям жизнь. Вот, и когда я у них спросил, собственно, а в чем, как бы, идея, он говорит, идея очень простая, на самом деле, поскольку в России денег на исследования нет, а нужны там просто миллиарды долларов, вот, и у нас таких денег нет, то мы просто встречаемся с человеком, проводим полный чекап и говорим, что для того, чтобы мы жить дольше, мы нужно перестать пить, снизить там вес, перестать курить, ну, как бы, ну, все, вот это стандартный набор привычек. Собственно, если вы хотите, на самом деле, прожить дольше, то вы должны следить за питанием, вы должны заниматься спортом, вот, вы должны не злоупотреблять алкоголем, бросить курить, ну, как бы, не принимать наркотики, вот, тогда ваш организм дольше проживет. Это абсолютно правильно и логично, просто если там с вредами привычки справиться можно, то вот эти лаборатории просто помогают тем людям, которые не понимают, как сбросить лишний вес, они разрабатывают там специальные, как бы, программы по питанию, программы, там, по аэробике, и все получается. Вот, получается, получится может у всех. У меня папа когда-то, которого вы тоже хорошо знаете, весил 146, вот, после того, как я ему составил все эти программы, он дошел до 96 за три года, да, вот. Сейчас чуть больше набрал, но, в общем-то, это все можно сделать в любом возрасте, да, при любом весе. Ну, для того, чтобы жить дольше, особенно мирным украинцам, необходимо, чтобы Путин перестал выпускать сотни ракет, конечно, еще регулярно по территории Украины, но, видимо, раз Путин уж занялся продлением собственной жизни, да, то в ближайшее время останавливаться он не собирается. Тут вот, как Times пишет, еще любопытно, что заразил вот этой идеей вечной жизни 72-летнего Путина, его 77-летний друг Михаил Ковальчук, он же, кстати, по версии The Times убеждает Путина, и Путин верит в это, что, значит, якобы американцы разрабатывают какое-то биологическое оружие, которое направлено исключительно на этнических русских. Ковальчук же обвинял Америку в создании, цитирую Times, под вида людей-служителей, это такие, значит, люди, которые искусственно каким-то образом их самосознание ограничивается, и, в общем, значит, именно вот таких вот людей-служителей хотят сделать из русских американцы. И вот, с одной стороны, вроде, да, такая, ну, прям какая-то лютая конспирология, но в целом можно ли поверить в то, что действительно, ну, вот, такие люди есть в окружении Путина, которые вот внушают ему вот подобные-подобные вещи? И можно ли поверить в то, что Путин как бы в это тоже верит? Алексей, можно поверить в то, что Земля плоская? Конечно, это самая большая секта в мире. Вот. У них есть свои проповедники, у них есть люди, которые под это подгоняют какую-то свою научную, ну, псевдонаучную теорию. Они собирают огромные деньги. То есть это самая популярная такая политическая партия тех, кто уверовал в плоскую Землю. Вот. Поэтому если люди верят в наличие в то, что плоская Земля, то поверить в то, что есть специальное, как бы, значит, не знаю, там, оружие бактериологическое, которое определяет краску паспорта, так сказать, внутреннего, да, и я безошибочно определяю, что это российский. Вот. И дальше эта бактерия начинает уже, так сказать, тебя медленно убивать. Я не знаю. Ну, наверное, в это можно поверить. Но если Путин дает такие команды, значит, как-то там, ну, не знаю, там, Ковальчук или кто там рядом придумали какие-то аргументы для Путина. Я не знаю. Мне сложно сказать. Не, просто понимаете, Дмитрий, когда в это верит условный какой-нибудь, там, работяга из провинции, там, да, фигурально вот в подобной теории, то это один вопрос. Когда таким теориям подвержен человек, у которого в руках находится власть, находится ядерное оружие, это совсем другой вопрос. И, ну, на самом деле это правда страшно. Мне кажется, в принципе, каждый человек потенциально впасть, может, в маразм. Вот. И задача, как бы, демократических институтов сделать так, чтобы такие люди во власти долго не задерживались. Да, мы же не знаем, что у нас с вами произойдет, там, лет через сколько-то, там, 30, 40, 20, не знаю. Вот. Поэтому, мне кажется, просто надо строить такие институты, вот, при которых, ну, во-первых, больные маразматики, страдающие еще паранойей, военные преступники не засиживались во власти. Во-первых, не могли прийти к власти, да, но даже если кто-то бы и пришел к власти, то институты должны позволять людям переизбирать таких людей. Переизбирать президента. Ну, поэтому это делал, да, это, где-то, серьезная проблема, конечно. Вообще, любая авторитарная страна, любая диктатура, это всегда, ну, мина замедленного действия, да, потому что мы не знаем, когда рванет. Потому что главная задача диктатора – это сохранить власть. Вот. Как правило, когда ты долго сидишь на троне, ты уже не в состоянии сформировать нормальную команду реформаторов, ты просто неадекватен вызовом времени, и для того, чтобы тебе сохранить власть, тебе нужно просто убивать оппонента, вот, а в какой-то момент начать маленькую победоносную войну, которая мобилизует твоих недовольных избирателей, да, и, как бы, возвращает какую-то веру в доброго царя. Вот. Вот что происходит. Это не только с Путиным происходит, это же со всеми диктаторами потихонечку происходит. Вот. У Путина, в отличие от других диктаторов, есть много ядерного оружия. Вот поэтому он решился на то, на что не решился, не знаю, любой другой диктатор постсоветского пространства. Как вы думаете, друзья, собрался ли Путин править вечно? Ну и в целом о вот этих теориях биологического оружия, направленного на этнических русских, какие ваши мысли? Оставляйте их в комментариях, там же под этим видео найдете ссылку на инстаграм Дмитрия Гудкова, ну и подписывайтесь Дмитрий Гордон, Алиса Бацман в гостях у Гордона. Очень здорово, если нас наконец останет 8 миллионов, друзья, я вам обещал пару дней вас после этого не просить подписываться, поэтому, если хотите пару дней спокойствия, то сделайте это прямо сейчас. Интереснейшее расследование опубликовал Центр Досье о младших детях Путина, о его сыновьях, мы раньше знали о его старших дочерях, теперь вот узнали кое-что и о младших, как он сам говорит, маленьких членах его семьи, да, Иван и Владимир, 5 и 9 лет, мальчики живут в резиденциях Путина, мама у них указана двоюродная сестра Кабаевой, значит, постоянно дети находятся под охраной, и ограничены в общении со сверстниками, даже по территории передвигаются исключительно на автомобилях, ест каждый свои тарелки, из них там пытаются сделать больших спортсменов, но пока что вроде как досье говорит о том, что их собеседники утверждают, что мальчики особо не показывают каких-то расположенностей, да, к большому спорту. Но даже не самих детях, скорее, Дмитрий, о том вот действительно, ну, мы видели примеры разных диктаторских режимов, ну, там можно говорить и о Беларуси, можно говорить о Чечне, можно говорить о Северной Корее, но все равно нигде семья диктатора, семья автократа, она не является вот такой государственной тайной, как это вот в России сейчас. И вот тоже интересно, да, с чем связана вот такая секретность, но ведь здесь не только безопасность родственников, правильно? Опять-таки повторюсь, ну, мы видим разные диктатуры, но у Путина совсем какая-то другая ситуация, вот с чем она связана? Да нет, на самом деле это не является каким-то прям исключением. В принципе, любой диктатор, да, заинтересован в том, чтобы какие-то стороны своей жизни не показывать обществу. Это как бы нормально. Вот в принципе, даже нормально желать своим детям хорошего образования, воспитания, да, там, обезопасить их от разных рисков. Вот, просто детей, конечно, жалко, потому что они, ну, как бы, не получат там важного социального какого-то опыта. Но дело не в этом. У меня это расследование вызвало эмоции другого плана. Если ты мерзавец такое, своим детям нанимаешь учителей иностранных языков, да, а всем остальным россиянам ты, чего, преподаешь церковный язык? Какого хрена? Нет, ты можешь своих учить сколько угодно. У тебя может быть 10 нянь, да ради бога. Вот. У меня нет в этом смысле никаких претензий в том, что у них какие-то там няни, да. В конце концов, у меня тоже был период, когда мы не могли обойтись без няни, да, для моих собственных детей. Это нормальная история. Ну, если ты даешь возможность своим детям получать нормальное, качественное образование, да, которое изучает помимо китайского, они, конечно же, изучают французский, там, английский, то есть нормальный европейский язык. И изучают они европейскую культуру. Но при этом ты для всех остальных детей, да, несешь всем остальным детям какую-то там, не знаю, там, восточную чушь. Восточную, в смысле, в плане деспотию, да. Вот ты вводишь там какие-то церковные языки вместо английского, да, ты уничтожаешь образование и заставляешь детям рассказывать в школах про специальную военную операцию. Вот это меня раздражает. То есть его дети получают нормальное образование, а все остальные дети, ну, не пойми что. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вот, а так, что, ну, то, что там дети Путина в каком-то плане даже несчастные дети, что у меня нет возможности с нормальными людьми общаться, ходить по городу без там кучи охранников. Ну да, это вот, наверное, проблема. Такого нет, вот таки. Я, например, нахожусь сейчас в Париже, мы приехали на встречу с руководством ПАСА. Вот, я просто сейчас вспомнил, что однажды у меня была встреча в Елисейском дворце с помощником Шерпой, помощником Макрона. Это был 2000, мне кажется, 18 или 17 год, не помню. Вот, и я выхожу из этого Елисейского, перехожу дорогу, и вместе со мной дорогу переходит мадам Макрон. То есть мадам Макрон с собакой и один охранник. И они вообще никак не выделялись для того, чтобы она перешла дорогу в парк. С собакой погулять не перекрывали дорогу. Да, никого там не клали морды в асфальт. Ну, то есть это все было абсолютно нормально. То есть жена президента Франции спокойно может с собакой погулять в общественном парке. А дети Путина такой возможности не имеют. И в этом, конечно, серьезная проблема для них потом будет. Ну, если Путин собрался жить еще очень долго, да, и править, вероятно, Россией тоже еще не только до конца этого своего срока, как исходит из публикации The Times, можем ли говорить о том, что вероятность определенного какого-то династической, династической какой-то модели может Путином тем же рассматриваться? Я не говорю о сыновьях, да, им слишком еще. 35 лет должно быть, чтобы стать президентом. Ну, то есть ждать-то еще прям реально долго. Ну, вероятно, там у него есть старшие дочери, да, мы не знаем, сколько у него еще детей. В целом, приняла бы Россия сегодняшняя, ну, путинская, имею в виду, если бы вот такая идея в голову диктатору пришла по поводу, там, не знаю, какой-нибудь приемственности среди родственников. Она уже пришла, потому что его дочери, например, да, потихонечку формирует разные там, ну, по крайней мере, одна коалиция вокруг себя и получает полномочия, в том числе, как и дети разных путинских друзей, типа Патрушева, пожалуйста, вице-премьера. То есть это мы наблюдаем. Но если вдруг Путина не будет, его не станет, да, то у детей, все это элиты, нет никакой самостоятельной субъектности политической. Ну, то есть я просто это очень хорошо знаю, да, потому что сам рост семьи известного политика, и для того, чтобы мне там стать политиком тоже самостоятельным, ну, мне пришлось очень сложно и много чего пришлось сделать, в том числе посидеть несколько раз, да, для того, чтобы, ну, ко мне стали относиться как, ну, к какому-то там самостоятельному политику, вот. А у них нет такой игры, они не участвовали в выборах, не было, там, политических партий, они, помимо того, что дети, там, читы, ничем больше неизвестно. Вот, поэтому как только папа не будет, да, как только вот этот вот прожектор перестанет, так сказать, освещать их, да, ну, все, они, они будут в тени всех остальных мгновенно. Поэтому я не верю, здесь Россия, несмотря на то, что уничтожили выборы, но это все равно не монархия, здесь власть по наследству не передается, или, по крайней мере, не признается такая передача. Поэтому Путин, конечно, попытается максимально все это проконтролировать, но либо ему нужен будет какой-то преемник, который даст гарантии, но это будет точно такой же преемник, как Путин, который на втором сроке уже будет свою семью выстраивать вокруг трона. То есть, да, он обеспечит какие-то гарантии детям Путина, он даже даст возможность зарабатывать большие деньги, но власть не от нас. Ну, а Путин сейчас, допустим, никого публично не поддерживает, даже не намекает ни на кого, как на своего преемника. Из-за чего? Это, возможно, страх того, что если представить нового человека, то это будет лишний аргумент того, чтобы, не знаю, там, отстранить каким-то образом Путина от власти, чтобы перезапустить отношения с Западом, например, да, потому что, ну, мы понимаем, даже в случае остановки боевых действий, ну, разговаривать с Путиным и выстраивать диалог будет сложно, то есть нужен какой-то новый человек. Это, вероятно, из-за этого от преемника никакого Путина не представляет. Да, абсолютно правильно вы говорите. И я думаю, что не просто так он там задумался о продлении своей жизни, потому что доверять он уже никому не доверяет, но, наверное, интуитивно он чувствует, что операция, во-первых, операция преемник не пройдет во второй раз, вот, а во-вторых, власть он не сможет передать своим детям. Друзья, ваше мнение тут тоже очень интересно, пишите его в комментариях. Возвращаясь к истории с детьми, с сыновьями Путина, ну, воспитание действительно довольно специфическое, и как бы, ну, вот, как в таких условиях, и кем, в общем-то, вырастут эти мальчики, тоже можете ваши мысли написать в комментариях, но это как-то особо не волнует всякие органы, типа, уполномоченные по правам детей, а вот кто заинтересовал, значит, воспитание, кого заинтересовало Марию Львову Белову после обращения организации ветераны России, так это дети Галкиной и Пугачевой, значит, и вот эти вот ветераны России обратились к Львовой Беловой, которую, кстати, я напомню, Международный уголовный суд разыскивает за воровство украинских детей, и говорят, значит, надо бы лишить Пугачевой и Галкиной родительских прав, потому что много путешествуют, дети не могут постоянно учиться, да, и вообще учиться они должны в русской школе, потому что они граждане России, соответственно, должны воспитываться, цитирую, там, да, в традиционных, в традиционных ценностях. С той же Пугачевой интересная просто ситуация, там, ну, когда в Минюст подали заявку на то, чтобы признать ее иноагентом, Минюст этого делать не стал, но при этом вот такие выпады, они продолжаются с трибуны Госдумы, там, раз в неделю вспоминают Пугачеву, предлагают у нее там либо имущество забрать, либо там объявить ее кем-нибудь, но все на это не решаются. Эта история здесь, мне она тоже довольно показательна, это такой громкий выпад, эти выпады не прекращаются. Почему? Но при этом, как бы, да, реальные действия никакие не предпринимаются. Ну, потому что невозможно всех идиотов контролировать, а Пугачева, это такая духовная скрепа, то есть это не просто знаменитая там певица, да, она уже вшита, так сказать, в культурную ткань общества. И если вдруг завтра государство объявит Пугачеву иностранным агентам, то последствия могут быть совершенно неожиданны и непредсказуемы. И они, конечно, боятся, но если они будут атаковать детей, они могут нарваться. Конкретно нарваться, тогда уже и Примадонна скажет, все, что она думает про Путина, это власть. Мало им не покажется. И никакие уголовные дела, никакая пропаганда и никакие обвинения там, не знаю, в чем, в измене родине, в иностранном, в инагентстве, в чем угодно, не дадут никаких результатов. Вот. Я думаю, что вот этих всех ветеранов просто очень сложно контролировать, потому что сейчас они как грибы вылезли после этого такого токсичного дождя, пропагандистского дождя. И я думаю, что и власть тоже не знает, что с ним идет. Ну, потому что они вроде бы являются некой такой электоральной базы Путина, да, с другой стороны, ну, если ты будешь быстрым бить там по рукам, то ты можешь ядерную поддержку потерять. Вот. Конечно, вход они не будут давать, но постоянно всякие такие организации даже для пиара будут вылезать. А как пиарить хорошо в России? Ну, надо выбрать какую-нибудь цель покрупнее, то у нас там. Во, Пугачева. Супер. Что там с ней не так? Галкин у нее уже иноагент, это значит, власти она не нравится. Так, мы сейчас власти поможем, а давайте-ка мы сейчас детей у нее заберем, или сейчас мы научим, как правильно воспитывать детей. Ну, и все. Так работает. Я думаю, что дальше это никуда не пойдет, но периодически мы будем свидетелями таких вот всяких разнообразных маразматических историй. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Многие из тех, кого мы вспоминаем во время бесед с моими собеседниками, в итоге смотрят эти интервью и мне не раз уже писали. Помню, было, например, очень приятно, когда Макс Покровский написал о том, что посмотрел мое интервью, где мы его вспомнили там добрым словом. И, в общем, поэтому, друзья, кто знает, может и Алла Пугачева увидит нашу сегодняшнюю беседу. Оставляйте ваши слова поддержки и в комментариях. Я вот, кстати, о одном из ветеранов громких дел последних дней расскажу еще чуть позже. А пока что, просто раз уж про уголовные дела заговорили, тут на артиста в Лизу Монеточку и Алишера Моргенштерна завели уголовные дела, потому что они, ну, там, условно, положили с прибором на все эти маркировки иноагентов. И вот вы же, Дмитрий, знаете, да, в чем разница между иноагентом и уголовником. Вы были и в первой, как бы, ипостаси, и во второй. Вот просто интересно, по ощущениям отличаются как-то? Нет, не отличается. Кстати, не так давно было на концерте в Монеточке. Просто супер, прекрасный концерт, всем очень рекомендую. Вот, очень необычно, очень душевно. Вот, и вообще прекрасный просто был концерт. Так что, всем очень рекомендую. Ну, да нет, ну, какая разница-то? Я все равно с самого начала принял решение не летать в те страны, откуда могут депортировать. Даже когда еще никаких уголовных дел не было. Вот, ну, сначала ты становишься иностранным агентом, потом тебя в розыск объявляют. Вот меня сейчас обвинили в распространении фейков про армию, дали 8 лет колонии. Так что, вот у меня и такой статус уже появился. Нет, разницы уже никакой. Ну, а эти уголовные делали? Разница в том, разница в том, что банки теперь тебя жестче контролируют. Ну, потому что алгоритм банковский, комплайнса, он собирает информацию из социальных сетей и медиа. И когда против тебя выходит уголовное дело, понятно, там, про меня, или про монеточку, про всех напишут. Ну, все, это алгоритм берет эту информацию и папочку. На автомате просто. А дальше на основании этих алгоритмов твой риск скорый, тогда уровень неблагонадежности, так сказать, меняется. Не в твоем поле. Вот, тебя начинает более жестко проверять западный банк. Ну, а вообще эти уголовные дела, вот как вы думаете, Дмитрий, вот с той же монеточкой, с тем же Моргенштерном, они нацелены на то, чтобы эти люди не вернулись в Россию? Ну, вот я помню, как Моргенштерн рассказывал, почему он уехал, что там через его менеджера передали информацию о том, что завтра уже чуть ли не там Моргенштерна схватят на 20 лет в колонию посадят. В итоге оказалось, он уехал. Оказалось, что никакого уголовного дела с 20-летним сроком там и не было. Просто там это там спецслужбы, ну, силовики условно, так или иначе там, в общем, завербовав или договорившись с его там менеджером, заставили его передать вот эти вот угрозы. И Моргенштерн уехал, потому что его не хотели видеть внутри страны. Теперь вот эти уголовные дела. То есть, если никак достать их оттуда нельзя, но все равно, то есть, выделяются как бы люди, да, то есть, это какая-то бюрократическая работа, надо это все штопать. Соответственно, какая цель вот этих уголовных дел? Нет, эта цель очевидна абсолютно. У большинства людей, которые критикуют Путина из-за рубежа, критикуют войну, поддерживают Украину, остались родственники, какая-то недвижимость в России, да, и чем больше уголовных дел, а еще отъем собственности, тем меньше люди будут пользоваться своим правом и публиковать это все в социальных СМИ, в социальные сети и в СМИ. и задача заткнуть известных людей даже за рубежом. Ну, чтобы все видели, вот уголовное дело, а уголовное дело, значит, у тебя проблема с банками будет, как минимум, а это значит, что тебе уже в таких странах ездить будет нельзя, а у тебя еще там не проданные квартиры или машины или еще что-то, ты не продашь уже никогда, если уголовное дело, все, есть инагент, ты даже квартиру-то не продашь, ее никто не страхует уже. То есть, грубо говоря, если ты оформляешь сделку, кто-то идет в банк, берет, допустим, ипотеку, вот, для того, чтобы, да, банк дал ипотеку, банк должен получить страховку. ты приходишь в страховую компанию, страховая компания видит, что это сделка с инагентом и не страхует. то есть, мы это все проходили. Вот. Поэтому, чтобы проблем таких не было и не возникало, люди просто на всякий случай прекращают, как-то громко, это все критиковать. Вот так это происходит. Кстати говоря, они же ведь работают не только по российским гражданам, они же возбуждают дела и объявляют в розыск еще граждан Украины, всяких западных политиков. И я, насколько знаю, это не только у нас такая проблема, но и в том числе у украинских некоторых политиков, которые теперь думают, а стоит ли поехать куда-нибудь в Таиланд, например. Ну, условно. Потому что депортация происходит по паспорту. То есть, конечно, депортируют обычно там, если гражданин Украины в Украину, гражданин там, в США в США и так далее. А экстрадиция это процесс другой. Это когда тебя страна, неважно какого-то у тебя гражданства, она запрашивает, обращается в государство, требует экстрадиции уже на основании судебного решения. И дальше в этой стране начинается судебное слушание. Скорее всего, конечно, большинство стран не будет экстрадировать по запросу в России, даже если эта статья там, не знаю, поддержка терроризма терроризма или оправдания терроризма. Но просто пока идет судебный процесс, если мы берем Таиланд, то ты там будешь просто сидеть в этой тюрьме, где 60 человек в жаркой камере. А процесс может идти долго. Ну, это неприятно. Это я сейчас говорю про риски не только для нас, а, пожалуйста, берем депутатов Верховной Рады в Украине. Сколько там депутатов находится под уголовными делами в России? Я думаю, очень много. Все, возбуждается дело о содействии или там поддержке терроризма. А это статья, которая, ну, в международном уголовном праве, она является, как бы, основанием экстрадиции. То есть, по таким статьям и по политическим не экстрадируют, а по террористическим, по каким-то там экономическим экстрадируют. Вот. А, как правило, российский Следственный комитет возбуждает уже по другим статьям. Вот. Я просто это знаю, потому что мы это обсуждали в парламентской ассамблее и Совете Европы. Сейчас вообще в мире начинают обсуждать борьбу с так называемыми транснациональными репрессиями. Как противодействуют как раз всем этим репрессиям. Там очень много там и слежка, и экстрадиции, и работа с Интерполом, много чего. И это все потихонечку начинает развиваться. В том числе в Европе. Ну вот, Дмитрия Гордона ведь тоже осудили, не помню уже, срок в России, да, и тоже там уголовные дела были. В итоге, ну, не получилось, видимо, исполнить приговор, да, и заманить куда-то Дмитрия Ильича, где можно было бы его схватить, как в Таиланде, например, в свое время схватили Би-2. Вот. Но зато отправили, вот недавно на Медне отправили киллеров просто в Украину группу из нескольких людей, которую курировал бывший народный депутат Украины от партии региона для того, чтобы подорвать Дмитрия Гордона. И вот с одной стороны, да, вроде, ну, достаточно ведь, ну, известная личность, да, это же будет огромный скандал, но, видимо, что, перешел какие-то, как вы думаете, там, не знаю, ну, такие уж прям линии, или всковырнул какой-то нарыв, но прямо отправлять киллеров, это, конечно, уровень. Ну, это же политика запугивания, то есть им надо сломить моральный дух страны, да, поэтому удар по известным людям, это же удар по стране, поэтому здесь как раз все понятно. Я думаю, что, в том числе, Дмитрий вряд ли во все страны теперь спокойно может ездить, это же тоже проблема, которую надо решать уже на уровне, там, ООН, на уровне европейских каких-то институтов, американских институтов, потому что теперь это не только против россиян, теперь это еще против всех путинских врагов. Транснациональная репрессия, серьезная тема, и, например, в Америке даже есть такая дефиниция в законодательстве, там, понятно, что это такое, а в Европе, например, даже нет такой дефиниции, ТНР, транснациональная репрессия. Мы сейчас как раз встречаемся и будем говорить о том, что нужно это унифицировать, нужно, чтобы спецслужбы обменивались, собирали информацию на эту тему, чтобы была какая-то законодательные изменения в разных странах. Это серьезная проблема. Ну, друзья, ваши слова поддержки всех, о ком мы сегодня говорили, оставляйте в комментариях, будет тоже очень приятно, если лайки поставили уже этому видео. Первоочередно надо сделать, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня вспоминали мы о ветеранах, которые имеют в виду оккупационных сил, которые возвращаются домой, и вот абсолютно ужасная, драматическая история произошла в Нижнем Таги, или там, значит, был такой маньяк-насильник, его посадили в тюрьму, обвинили, он подписал контракт, пошел убивать украинцев, в итоге провоевал какое-то время, был помилован Путиным, вернулся со службы и убил, и изнасиловал 11-летнюю девочку. Отец девочки пытался его убить, ну, в общем, просто действительно ужасная история, и самое интересное, что как только он убил эту 11-летнюю девочку, он сразу поехал в Москву, для того, чтобы там подписать контракт снова с Минобороны и снова отправиться на фронт. Таких историй много, и Ольга Романова, правозащитница, рассказывала не одну здесь, друзья, я уверен, вы в курсе. Тенденция страшная, и в целом, в Украине, например, сейчас тоже осужденные могут подписать контракт и пойти, ну, да, то есть, и отправиться защищать свою родину, но за насильственные преступления, если ты осужден, тебя не возьмут. Здесь вот меня поражает, что ты, получается, грубо говоря, был маньяком-насильником, ты пошел еще убивать людей, вернулся с еще более расшатанной психикой, ты можешь кого-то снова убить, отправиться опять в тюрьму и опять подписать контракт и опять поехать на войну, возможно, опять выжить и опять быть помилованным. Вот это абсолютно ужасная какая-то схема. Почему, вот, допустим, в Украине есть ограничения на то, по каким статьям ты можешь идти, типа, за какие статьи, за какие нет. В России, я смотрю, ну, вот еще со времен Пригожина, часто, допустим, это такая нехватка людей, ну, и в целом об этой тенденции с этими преступлениями, которые совершают эти осужденные. Я бы здесь даже добавил еще один момент, один кейс. Когда уголовник, который, значит, обманывал школьниц или студентов, которых там что-то им подсыпали, потом их насиловали, да, и этот человек после того, как он отслужил, не отслужил, а отвоевал, он вернулся, и ему дали возможность в школу возглавить. Понимаете? Он получил педагогическое образование, и он теперь директор школ. Вот. Проблема заключается в том, что мы же знаем, как дети Путина живут, они же в эту школу не ходят. Дети депутатов в эту школу, прокуроров не ходят. У них свой мир. В их мире все организовано хорошо, а мир, в котором учатся дети простых россиян, он им чужд, и им абсолютно безразличен. Поэтому я думаю, что там, скорее всего, логика такая. А давайте мы всех этих преступников, мы их просто туда отправим, пусть они там погибнут, тюрьмы заодно освободим. Чисто такая логика превалирует, на мой взгляд. Просто кто-то... Все не погибают. Вот возвращаются... Нет, ну там как это, утилизовано, как они говорят, очень много, десятки тысяч. Ну, там тысячи точно, я думаю, даже больше. Вот. И кто-то возвращается, кому-то повезло, а кому-то не повезло, потому что возвращаются. Но я думаю, что задача стоялась такая, вот этот весь взброд, который там сидит, их надо отправить, они нам не нужны, это как бы люди, которые не нужны нашей экономике. Вот. Пусть они идут на эти местные штурмы, погибают, мы заодно освободим места для политических заключенных. Ну, вообще жуткая, конечно, история. Друзья, вы ваши мысли тоже пишите. У нас еще одна тема есть, конечно, это месяц контроля Украиной ряда населенных пунктов Курской области. Путин недавно заявил, что первоочередной целью для военных является захват Донецкой области и только лишь потом священный долг освободить территорию России. Тоже, кстати, интересна ваша оценка, Дмитрий. Ну, вот публично, говорить о том, что захват других, чужих территорий, или как он там говорит, освобождение, это приоритетнее сейчас для военных, чем освобождение собственных граждан, собственных территорий. Вот одно дело, если бы он просто так действовал и не заявлял, это можно было бы отдельно рассматривать. Здесь это прям официальная публичная позиция. Мне кажется, Путину настолько наплевать на общественное мнение, он уверен, что пропаганда, если нужно, доработает за него, что он говорит уже все, что хочет. То есть нормальный политик в демократической стране, он, в общем-то, контролирует каждое свое слово, потому что неправильное слово это минус несколько процентов рейтинга и потери власти или поражение на выбор. Вот у Путина нет выбора. Нет. У Путина нету независимых каких-то там институтов, у него все СМИ под контролем. Поэтому в основном все эти фразы обсуждаемы в интернете. Да, пропаганда-то она показывает совсем другое. Большинство населения видит совершенно другую картину, не ту, которую видим мы. То, что мы видим, видят еще там может быть миллионов 30 россиян, которые и так Путина ненавидят и эту войну и все остальное. Вот. А сейчас всем остальным показывают другую картинку. Ну, а в целом, как вы считаете, вот я анонсировал в начале оценку дали главы разведок США и Британии украинской операции в Курской области и вот значит и Бернс и Мур значит говорят, что Украина обнажила слабые стороны путинского режима. Значит, некоторые в его окружении, кто еще недавно был лоялен, задумались, к чему это все приведет. И вот я это читаю и с одной стороны ну как бы да, вроде все логично, а с другой стороны вот как-то слабо верится в то, что действительно даже ну такая ситуация, как захватом около сотни населенных пунктов в России приведет к каким-то серьезным внутреннеполитическим процессам, особенно если касается там вот силовых или финансовых групп влияния. Насколько действительно вот реакция Путина особенно на эту кризисную ситуацию. Ну и сама по себе месяц часть твоей территории находится под контролем противника условно. И за этот месяц в общем-то не произошло как некоторые там оптимистические оптимистичные обозреватели прогнозировали все, значит там крах путинского режима конец. Не произошло ровным счетом ничего. То есть и вот возникает вопрос что вообще должно произойти для того чтобы ну шатнуть трон Путина и кто-то в его окружении подумал слушайте ну а он не такой-то уж там и сильный не такой уж и компромиссный. Вот что мне в голову пришло. В принципе ну для того чтобы страна хоть как-то реагировала на происходящее там в Курцской области граждане должны себя чувствовать гражданами своей страны они должны чувствовать что это страна их и они должны понимать что в этой стране они хозяева они могут решать чего-то. Когда тебе на протяжении 20 лет вдолбливали что от тебя ничего не зависит что эта страна не твоя а эта страна их да мы и они это вот было всегда такое мы это граждане они это вот там наверху сидят или страну нам ничего не дают то и отношение к территориальным потерям точно такое мы ничего не потеряли это они потеряли Курскую область кому-то не повезло в самой Курской области безусловно но я думаю что жители какой-нибудь области ну не знаю там Тамбовская Рязанская или где-нибудь там за Уралом они это так остро не воспринимают они это ну не воспринимают происходящее как происходящее со своей страной потому что в этой стране они не являются субъектами они не являются теми кто решает в этой стране то есть грубо говоря Путин на самом деле за 25 лет ну по сути он разрушил государственность ведь когда всем регионам ну по сути ну мы видим по реакции да наплевать что в Курской области происходит ну значит надо задуматься а есть ли вообще государство ну да есть территория да есть куча всяких субъектов каждый живет свою жизнь вот многие субъекты ненавидят Москву и Кремль это так хабаровский протест они же были не потому что все так прям любили губернатор да а протесты были за того что Москва решила губернатора за кого хабаровск проголосовал снять поэтому в регионах давно есть неприятие Москвы просто Москва держит чем что она денег дает элиты региональные без Москвы не справится потому что у нас так бюджетная система выстроена что у нас там 5 регионов доноров остальные рецепиенты поэтому доноры платят в Москву Москва распределяет но большинство людей этого не понимают и они считают что Москва у них забирают это на самом деле если так уж положа руку на сердце да и честно сказать то наоборот Москва перераспределяет в сторону рецепиентов но поскольку Москва дает денег Москва ставит губернаторов Москва все решает да то ощущение государственности нет я думаю что даже вы может понимаете меня потому что в Украине тоже были такие проблемы и говоря даже благодаря Путину в общем-то этой государственности и появилась появился общий враг который объединил вот в России сейчас это вот такое болото непонятно что должно произойти мне кажется даже если завтра высадится группа инопланетян на Красной площади да и захватят Кремль и всех там переубивает в Кремле там включая Путина вот ну регион на это будут смотреть ну так как на какой-нибудь сериал Нетфликс да о ничего себе у нас теперь там новая новая власть ну ладно посмотрим ни для кого это не будет трагедией вот серьезно вообще не будет никакой трагедии не так уже было мне рассказывали 90 когда Советский Союз развалился и вопрос например каких-то местных чиновников ну там комсомольцев и так далее всякая партийная местная элита типа кому деньги носить и кому теперь подчиняться не было такого что произошла трагедия мы не знаем как дальше ну там власть поменялась 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 вот у меня такое ощущение что Путин довел страну именно вот до такой стали ну хорошо а восприятие Дмитрий среди тех кого называют элитами да эта ситуация тоже никакой кирпич там в образ новый образ слабого Путина там не умеющего реагировать на вызовы не заложило нет заложило почему потому что ну граждане же на субъект а все кто является каким-то субъектом все все увидели элиты увидели мировые элиты тоже увидели что нет никаких красной линии о которых он говорил что это блеф да то есть это его сильно ослабило вот а главное что ну гораздо сложнее теперь пропаганде продавать сильного Путина и у тебя вон твоя собственная территория не контролируется нет это я бы так сказал изменило восприятие как бы войны если до этого было ощущение что там в России давит а Украина отступает то сейчас как бы сравнялись такое ощущение ну по крайней мере вот психологически и если раньше тоже все были там в депрессии что вот как-то Путин смог за два года наладить за два года военное производство да и вот он даже наступает создает новые очаги напряженности то сейчас все увидели что особых ресурсов и нет потому что все ресурсы были там а здесь вот пожалуйста прорыв и он ничего не может сделать уже больше месяца друзья помните что все эти новости из Курской области возможны только благодаря силам обороны Украины как их поддержать вы знаете друзья нас поддержите пожалуйста лайком пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор подпиской на инстаграм Дмитрия Гудкова ссылку на которую найдете в описании ну и не забывайте наши ютуб каналы будет очень приятно российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков сегодня к нам присоединялся Дмитрий спасибо что регулярно находите для нас время да спасибо вам до новых встреч до свидания счастливо